Всем привет, ребята! Вы на канале Бомбилка Лайф. Меня, как обычно, зовут Юра. И сегодня у нас на обзоре советский танк, легкий, 10-го уровня, венец своей ветки Т-100 ЛТ. Очень много интересного, о чем есть поговорить на тему этой машины. Обсудим с вами характеристики, плюсы и минусы, оборудование. В общем, все-все очень подробно по этой машине. Но перед началом обзора, буквально на 40 секунд, самая важная информация, которую я хочу до вас донести. Если вы, ребята, прямо сейчас подпишитесь на канал, это сделать 2 секунды. Потом включите колокольчик в режим «Все уведомления». Вот надо нажать на колокольчик, после того, как вы подписались, он справа, и выбрать режим «Все». Сделайте это прямо сейчас. После этого, когда вы зайдете в раздел плейлисты, то есть уже став подписчиком, со включенным колокольчиком, и желательно поставив лайк на этот ролик, вы будете безумно удивлены, какие обалденные подборки с обзорами вас там ждут. Вот, ребят, серьезно, прямо сейчас подпишитесь, включите колокольчик в режим «Все уведомления» и проверьте раздел плейлисты. Нужно просто нажать внизу на название канала «Бомбилка лайф», и затем вверху, там, когда вы попадете на главную страницу канала, найти раздел плейлисты. Там для подписчиков обалденные подборки, которые реально изменят всю вашу игру. Ну, а мы давайте начнем наш обзор, и начнем мы, как всегда, с орудием, с характеристик пушки. Посмотрим, что же у нас здесь. И здесь, ребята, как мы видим, у нас три типа снарядов. И что самое интересное, голда! А, здесь у нас бронебойные снаряды, а обычные снаряды можно... Подкалиберы, вот такая странная штука. Что же здесь получается? Подкалиберы, ББшки и фугасы. Альфа 300. Мы, как видим, уже на фугасах, конечно, побольше, но, кстати, ненамного. Всего 360 альфа на фугасах. Прям вот странная такая закономерность, всего лишь 60 урона прибавляется. А вот по бронепробитию интересные показатели. На подкалиберах у нас 230 миллиметров, на бронебойных 248, а на фугасах 50. То есть ББшки реально имеют пробитие больше, чем подкалиберы. Ё-моё, ребята, это что-то странное. Ну, в общем, вот такой танк в этом плане. По скорострельности 7,69 выстрелов в минуту делает орудие. И довольно неплохой ДПМ мы имеем. 2307 единиц. А вот дальше начинается самое интересное, ребята. Время сведения. Две секунды. Вроде хорошее, нормальное, без вопросов. А вот разброс на 100 метров гигантский. 0,46. Ребята, чтобы вы поднимали, нормальный разброс это 0,33. Это хороший разброс на 100 метров. Пушку можно тогда назвать точной. Но здесь разброс 0,46. Обалдеть. Это близко там, я не знаю, к какому-нибудь там ИС-3, КВ-2. Вот что-то вроде такого. Интересные показатели точности. Очень сильно удивляют. Боезопас 43 снаряда. Что по орудию, ребята? Неплохой ДПМ. Хорошая бронепробиваемость. Без вопросов. Разовый урон, в принципе, неплохой. Но низкая точность реально удивляет. Как для легкого танка, ну, это минус. По живучести. 1500 хп, 1500. И броня у нас, в принципе, есть. 90 миллиметров броня корпуса под хорошими наклонами. Спереди 40 по бокам корпуса, 40 сзади. По башне, так вообще, спереди башни у нас 180 миллиметров. Но башня очень маленькая. И 40 по бокам башни, 40 сзади. Ну, можно сказать, действительно, как для легкого танка, даже 10 уровня, очень неплохие показатели брони это радуют. Опять же, как для легкого танка прежде всего. Мобильность. Масса танка 15 тонн. Мощность двигателя 720 лошадиных сил. Соответственно, мы имеем безумную удельную мощность. Соответственно, обалденные показатели разгона. 48 лошадиных сил на тонну. Ребята, это обалдеть как много. И максимальная скорость у нас получается 72 километра в час вперед. И 25 километров в час назад. Тут тоже без вопросов. Все очень даже неплохо. Скорость поворота танка 56 градусов в секунду. Скорость поворота башни 53 градуса в секунду. Это тоже шикарные показатели. Маневренность на безумной высоте. Это радует. 56 градусов в секунду. Это очень много, чтобы вы понимали. А вот обзор расстраивает. Для ЛТ 10 уровня мы имеем 390 метров. Максимального обзора, ребята. Если некоторые немецкие ЛТ 8 уровня имеют 410 метров. Здесь 390. Ну, с дальностью связи радиостанции вопросов нет. 850 целых метров. Очень, очень годно. А вот углы вертикальной наводки оставляют плохое впечатление о танке. Минус 5 градусов вниз. Всего лишь пушка гнется. Было бы хотя бы минус 7 для 10 уровня. Но минус 5 это очень неудобные УВНы. Придется пострадывать в некоторых моментах. И минус 5 вниз, как я уже сказал. Плюс 15 вверх. Маскировка шикарная у ЛТ. Почти 20%. Точнее 19,85%. Опять же здесь все хорошо. В целом ЛТ по виду и благодаря тому, что она очень низкая, напоминает ЛТГ. Недавно на нем выпускал обзор. Кстати, ребят, в последние 20 секунд этого видоса вверху справа будет обзор на всю ветку Т100ЛТ. Подборочка там обалденная. И ЛТГ, и ЛТТБ, и облегченка. И МТ-25 даже. Вообще все зацените вверху справа на экране. Ну и... Какие плюсы и минусы мы выделяем? Из плюсов. Быстрое сведение орудия, которое во многом компенсирует низкую точность. Низкий силуэт. Достойная, реально достойная броня башни. Не зря Т100ЛТ называют мотоцикл с броней. И отличные, шикарные показатели маскировки. Шикарные показатели маскировки. Нет, здесь вопрос. Из минусов. Реально низкая точность. Маленькие УВНы. Опять же, здесь не поспоришь. Минус 5 вниз и вверх. Кстати, всего плюс 15. И вверх и вниз не очень радуют. Перегруженность командира во многом, если вам его контусят, будет неприятно. Малый размер боекомплекта. 43 снаряда. При скорострельности почти 8 выстрелов в минуту может закончиться. И плохой обзор. Посредственный обзор. Тоже в минусы этого танка. Смело этот момент заносим. В общем, ребята, по оборудованию нам желательно улучшить обзор и улучшить точность. Из этого уже будем строить наше оборудование. А пока несколько моментов. Общее впечатление о танке, во-первых, и еще одна важная информация. Ребят, что за машина Т-100 ЛТ? Не зря этот легкий танк имеет очень много минусов. Да, мы их с вами заметили. И если его ругать, то действительно минусы, особенно точность орудия и углы вертикальной наводки, прям бросаются в глаза. Но, несмотря на все это, хорошая броня башни, низкий силуэт и шикарные показатели динамики делают эту машину действительно годной. Т-100 ЛТ сейчас является моим любимым легким танком, не считая колесников. Точнее, ЕБРа вот этого всем известного на 10 уровне. И это вполне заслуженно. Потому что машина действительно имеет плюсы, которые компенсируют ее минусы. Быстрое время сведения, хорошая стабилизация в движении во многом спасают вас от того, что круг... Действительно, вот этот круг сведения, круг разброса большой из-за того, что ужасная точность. Но это можно поправить в оборудовании. В целом, очень общее впечатление по танку мне Т-100 ЛТ нравится. Перед тем, как расскажу про оборудование, ребят, важная информация. Во-первых, как вы знаете, ребят, на канале Бомбилка Лайф нет рекламы. Вообще ни в одном видео, вот включая это, то и все видео раньше, ни одной рекламы я не добавил. Поэтому обзоры выходят по два раза в день. И у меня реально большая просьба к вам. Я вкладываю в этот канал прям душу. Все, что от вас прошу, три вещи, самых главных. Поставить лайк этому ролику. Три секунды, ребята. Ну спуститесь вы вниз. Ну нажмите этот палец вверх. Каждому, кто сделает, от души огромное спасибо. Второе. Подписаться на канал. Тоже две секунды. Нажать эту красную кнопку. Ну нажмите эту красную кнопку, ребят. Подпишитесь, кто не подписан. И, конечно же, включить колокольчик в режим всеуведомления. Это тоже максимально важно. Две секунды у вас займет. Включить этот колокольчик. В режим всеуведомления. Это реально поможет каналу. За каждую подписку, за каждый лайк, за каждый колокольчик. Огромное спасибо. Также пишите ваше мнение в комментарии по ходу тест-то ЛТС. Советы по оборудованию. Все это я обязательно почитаю, ребята. Это и мне, и другим зрителям этого видоса тоже будет полезно. Ну и если вы прямо сейчас подпишитесь и включите колокольчик в режим всеуведомления, заглядите после этого в раздел плейлисты. Там будут шикарные подборки. Одна из них будет прямо на ваших экранах в последние 20 секунд. Итак, мой вариант оборудования. На профильный слот я поставил командирский обзорный прибор. На второй слот я поставил досылатель. И на третий слот у меня стоит просветленная оптика. Но, возможно, это даже неправильно. Я считаю, можно в принципе поставить улучшенный прицел. Классное новое оборудование. И учитывая слабую точность этого танка, оно им очень сильно нужно. В общем, оптимальный вариант. Я считаю, первый профильный слот это командирский обзорный прибор. Второй слот досылатель. И третий слот улучшенный прицел. Ребят, прямо сейчас. Вы все подписывайтесь на канал быстрее. Прожимайте лайк. Это 2 секунды. Очень важно. Включайте колокольчик в режим все уведомления. И тут же проверять раздел плейлисты. А мы смотрим итоги. И сейчас вверху справа появится обзор на всю ветку тесту ЛТ. Обязательно зацените. Итак, ребят. Шикарный бой. Медаль пула. Поскучий. Решающий вклад. Разведчик. Воин. Мастер. Обалдеть просто. Командные результаты. 12 фрагов. Мы видим это сумасшествие. 7-156 дамага на ЛТ. Просто разорвал. Вот подробный отчет, ребят. Вы все сейчас подписывайтесь. Включайте быстрее колокольчик. Ставите лайк. И вверху справа. Обалденная подборка. С обзорами на всю ветку тесту ЛТ. Зацените. На этом все. За подписки, лайки, колокольчики. Спасибо. Всем удачи. Увидимся. На канале Бомбилка. Лайф. Пока-пока, ребят.